Друзья, всем привет! Сходниками! Как это называется? Друзья, всем привет! С вами Люция. И в этом видео я планирую дособрать свой ЧПУ-плазморез. В прошлом видео я уже собрала раму станка, направляющие, ремни продольной оси, большую часть конструктива поперечной оси. Если вы это видео не смотрели, ссылочку оставлю в описании. А в этом видосе я планирую дособрать механику и подключить электронику. Но это не точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот только что был наглядный пример, почему не стоит торопиться. Потому что вы не представляете, насколько мне хочется уже закончить и запустить станок, посмотреть, как он работает. Но вот к чему приходит спешка и желание побыстрее сделать. И это еще хорошо обошлось, скажем так, малой кровью, потому что просто пришлось купить другие болтики. Просто я в спешке не подумала, какие сюда подойдут лучше. А могло бы получиться так, что пришлось бы переделывать всю деталь, как у меня было, когда я делала гриндер. И, к слову, у меня вот это последний кусочек вот этой алюминиевой шины. И если бы я его зафаршмачила, то пришлось бы покупать новый. А новый продается только двухметровым куском. Меньше я не нашла у нас в магазинах. А это, к слову, и недешево, и потом останется куча неизрасходованных остатков. Ну, в общем, это лирика. Давайте теперь к делу. Вот такой вот привод ACZ я заказала. Вообще, почему заказала, а не сделала сама? Потому что основное и главное для меня ее преимущество – она компактная. Она узенькая. Большинство из тех решений, которые я видела в видео про самодельные ЧПУ-станки, довольно габаритные, широкие. А чем шире ось Z, тем больше она съедает рабочего поля. А у меня и так здесь места мало, поэтому компактность мне важна. И второй момент – то, что в ней уже установлены все датчики. Все это в закрытом кожухе. То есть это не будет, ну, минимум грязи туда будет попадать. Если бы это было не так, то мне пришлось бы дополнительно устанавливать датчики, касания, концевики. А так все довольно-таки компактно, аккуратно и эстетично. Где заказывал, ссылочку оставлю в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, основная часть механики собрана. Там не было ничего интересного. Несколько дней монотонной работы. Подумай, отрежь, наметь, просверли, пофрезеруй, не на косячь. Повтори и так несколько раз. Далее предстоит подключить электрику. Делает темное, страшное, для меня не совсем понятное. Того и гляди, паять придется учиться. Очень жуть какая-то. А что делать? Паять. Учиться паять. Заяц взял паяльниц и пошел паять. Первое, что надо сделать, это корпус для вот этой панели управления. Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, да достало это уже! Сил моих не хватает, причем буквально, физически. Ага, есть. Я сейчас вернусь. Огонь, вообще! Слушайте, я вообще не знаю, как я раньше без него жила. Я так намучилась этим ручным заклепочником. Это трындец просто. А, кстати, купила во все инструменты. И у них, оказывается, сейчас проходит акция новогодняя. На Гигант, АЕГ, Инфорс и, по-моему, Райоби. Так что ссылку оставлю в описании. Вдруг вы тоже решите сделать приятный и полезный подарочек себе. Ну, или близкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, пришел момент X. Мне кажется, самое сложное. Механика для меня проще. А вот электрика и электроника – это для меня вообще новое. И скажу заранее так. Электротехник я очень начинающий, и тот так себе. Вот, но благо среди моих подписчиков есть люди, которые спецы в разных абсолютно отраслях. И в том числе есть те, кто очень хорошо разбирается в подключении ЧПУ станков. И поэтому с их помощью, с их советами я все-таки решилась подключать это сама, а не просить кого-то. Итак, в общем, у меня есть вот такой вот шкаф, куда я буду умещать сейчас все вот это вот. Ну, почти все. У меня есть три драйвера, два блока питания. Этот на 36 будет питать драйвера и моторы, а вот этот вот на 24 маленький будет питать панель управления. Панель управления будет стоять отдельно. THS, это контроль высоты, будет стоять тоже в другом месте. А вот это вот все сейчас надо будет упаковать вот сюда в этот ящик и подключить. Папа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, дамы и господа, у меня наипрекраснейшая новость. Электричество на станок подано, контроллер включился, и ничего даже не взорвалось. Но если серьезно, то пока, конечно, сделана основная часть механики и подключена электрика, но все довольно-таки еще пока выглядит колхозно, потому что это еще не рабочая лошадка, это пока только прототип станка, который еще надо научить работать, обкатать, посмотреть, все ли так, как надо. И я ожидал, что будут проблемы, и я ожидал, что будут проблемы, так и случилось. И когда я включил контроллер, попробовал подвигать осями станка, выяснилось, что горизонтальные оси двигаются, а вертикальная ось Z не работает. Ну, тут при помощи настройки чуфыр-чуфыр в контроллере, при помощи сенсея с его подсказками удалось устранить. Потом была проблема с тем, что вот эта вот ось двигалась в обратном направлении, то есть когда я нажимала кнопку вперед, ось ехала на меня, то есть относительно меня, как бы назад. Но тут я уже сама догадалась, что нужно было просто перекинуть контакты DIR на драйвере этой оси, чтобы двигатель крутился в обратную сторону. И еще возникла сложность с тем, чтобы, ну, это я полагаю нормальный процесс настройки станка, что нужно было обучить его нашей метрической системе, потому что когда на контроллере отмеряется, что станок проехал образно метр, здесь он проезжал по факту в 4 раза меньшее расстояние, поэтому тоже пришлось откалибровать оси, чтобы соотносились понятия электронные и фактические. Окей, Google, как откалибровать оси ЧПУ станка? Что ж, большой пласт работы закончен, я бы сказала огромный, потому что механика все-таки мне была более-менее знакома, хоть и довольно-таки сложная, потому что много сочленений, а вот подключение электрики было для меня просто очень сложным. Мне кажется, построить лодку было проще, хотя и то, и другое я делала без опыта, но электрика прям что-то как-то тяжко мне далась. Ну, в общем, теперь здесь все более-менее нормально, и настало время подключения самого источника, кузнереза. И в общем, все более-менее, Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Аппарат называется Телвин КлинТех 200. В комплекте с ним идет вот такая вот кисточка для труднодоступных мест и металлическая лопатка с мягкой шубкой для обработки более широких поверхностей. Что касается режимов, их тут всего три, тут как говорится не ошибешься. Мы выставляем только нужный режим, все остальные настройки выставляются автоматически. Это очистка вот этой вот широкой лопаткой, здесь очистка кисточкой и третий режим это маркировка. Техника вся та же самая, единственное потребуется трафарет. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот зайцы почти готов, осталось уши на место приварить и будет вообще красота, но это уже детали, это быстро. Что хочу сказать, я считаю аппарат справился просто на ура. Я не засекала точно, но потратила я 100% не больше 10 минут на всю вот эту вот зачистку. И считаю, что для тех, кто работает с нержавейкой, особенно где важна красота изделия конечная и минимальная постобработка, это просто must have. Ну а теперь давайте быстренько приварю уши и погнали разыгрывать. Итак, друзья, вот у нас программа для проведения рандомного розыгрыша. Мы копируем ссылку на видео про лазерную сварку. Вставляем. И желаю всем удачи, поехали! О, есть у нас победитель. Я вас поздравляю. Напишите мне на почту, она указана под видео с пометочкой выигрыш. Жду. Мои поздравления победителю. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в новом видео. Всем чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok И хочу выйти... Субтитры сделал DimaTorzok